Ребята, всем привет! Школа ремонта. Еду на работу сейчас. Будет сегодня покладка плитки. Покажу я вам, как делаю по старой школе. Приступаю к плитке. Ванну вынес. Прикручиваю сейчас профиль. На него сейчас буду ложить плитку. Поставил уровень. Сделал по уровню рекорд. Будем делать сегодня рекорд. Вот и все. И отсюда уже пойдет плитка. Я рассчитал. Снизу расчертил, где какая будет серая, где бордюры здесь двух размеров идут. Вот я их очертил. И сверху, чтобы целая плитка вошла. Без подрезки. Сейчас буду замешивать клей. Вот такой вот клей. Буду делать все по инструкции, как здесь написано. Сначала выливаем воду. Два с половиной витра воды. На полнышко. Использую дрель и такую насадку, чтобы перемешать клей с водой. Нужно перемешать, чтобы была как густая сметана. Как перемешать, потом нужно еще постоять пять минут и вторично перемешать. Сейчас распаковал, принес всю плитку. Все виды, какие будут. Четыре вида. И бордюр. Один узкий, а второй широкий. Отклеивается. Если там будет зеркало, я сейчас покажу. А где швы плиточные, буду втыкать гвозди. Вместо крестиков там и других приспособлений. В счетчике поставил такую дверьку зеркальную. Ну просто так установил. Не прикручивал ничего. Потому что сначала плитка идет. Вот, а потом она сверху. Открываешь и смотришь показания счетчика. Сразу гвоздики. Уже намазал сразу. Почему так резко водится? Чтобы далеко не уйти. Обычно все кладут сейчас с пола. Рассчитывают, ну чтобы не резать сверху, допустим. И снизу так кладут. И то не с самой низа, а одну плитку оставляют и прикручивают профиль. Все, установил. Поставил гвоздики. Шов будет везде ровный, одинаковый. Уровень сразу проверяем. Уровень прям. Все четко. Так уровень проверяем тоже. Вот, ребят, вот это я сделал за два часа. Выводится такой крест. А здесь бордюр узкий. А здесь бордюр широкий. Вот даже меня видно. Самое сложное и долгое это делать первый ряд. Если сделаешь криво, то и дальше пойдет все криво. Поэтому уходит больше времени, чтобы проложить первые ряды. Вот. Сверху, как я сказал ранее, подрезаться плитка не будет. Там останется пару сантиметров. Но здесь я спросил, будет натяжной потолок и все закроется. А где подрезка будет, это под ванной. И как раз ее будет не видно. А здесь сейчас посмотрел по плану. Здесь будет другая плитка ромбиками. Вот. Я еще не распечатывал упаковку. Позже покажу. Вот так вот, а камеру сюда ставлю. Притка рез. Выработал все-таки мешок клея. Вот что получилось. На что хватило. Мешок 25 килограмм весит. Сейчас я иду на обед. Потом надо будет выкрутить профиль. И закручу на эту стенку. Здесь я в гипсокартон вкручивал. А здесь сейчас по бетону засверлюсь. И вот. И нужно будет по-любому здесь проложить первый ряд. Самый сложный. Переливается как. Плитка интересная. Легко в два счета может разложить, как ювелир. Эпоксидную затирку. Мастеру своего тела песню посвящаю я. И шагать по жизни смело. И нажить всего добра. Он эстет своего тела. А таким везде почет. И его за это дело обожает весь народ. Плиточник на все способен. И покрасить, и залить. Выведет потолок ровно. Выполняет штукатурку. Может даже побелить. И все это не очень долго. Мастеру своего тела песню посвящаю я. И шагать по жизни смело. И нажить всего добра. Он эксперт своего тела. А таким везде почет. И его за это дело обожает весь народ. Я не знаю, так плитку не все кладут. Вот так вот крестом, можно сказать. Но все равно тоже, видал, так люди работают. Просто сильно так не уйдешь. А если ложиться до стенки, вот так вокруг будешь ложить, ложить, а в конце на стыке там очень большой, может быть, шов. Вплоть до такого вот расстояния может быть. А это уже наверх положить уже легко. Сейчас откручиваю и идем дальше. Сейчас, конечно, еще плиточники пользуются лазерами. Ну, конечно, много всего современного сейчас. В бою идет тяжелая артиллерия. Сейчас будет дым и сверлить. И солей буду анкерный, шуруп. В поисках. В плиточки. Справит радио. В плиточки. В плиточки. Подписывайтесь на канал. Плиточки. ребят полтора мешка ушло клея вот что хватило выложить мешок 25 килограмм все профиль прикрутил сейчас здесь начну делать и параллельно сюда ставить выработал три мешка клея здесь неровная стена была выровнял первый ряд приложился с вы уже откручивать и здесь все уже сделано сейчас буду убирать кран мешает перекрыть воду сегодня у меня большие планы за день сделать все мешок делать гвоздики саму основу уже вывел и пойду потом вверх а потом уже приду по ритам это уже будет легко так же снизу сейчас пока делаю сюда вот 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 чуть не улетел заметил во время когда плитку кладешь вот так вот я поставил сейчас ровно а сейчас я ее разверну вот так вот сейчас камеру вот я ее разверну теперь вот вот так вот ровно рисунок а здесь вот такое вот расстояние то есть я нужно переворачивать подбирать каждый раз я вот так вот подбираю потихоньку тут снизу и 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 а и 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 нет все осталось последняя стена надо будет он брать бойлер вот такие использую инструменты для покладки плитки шпатели потом такие зубчиками когда клей кладешь потом угол вместо крестики гвоздики использую сейчас о них расскажу плиткорез плоскогубцы я вот вырезал для крана дырки и уровень еще большой уровень побольше уровень с магнитом когда используешь гвоздики получается не очень тоненький и шок получается ровный и тонкий такой аккуратный когда крестики то швы получаются очень большие но даже и профессиональные плиточники используют крестики потому что сейчас очень много некачественной плитки и какая-то шире меньше то есть это может потом спасти потом все это еще будет затираться а так тоже на риск в интернете посмотрел на ролики про плитку из таких швы прям такие огромные смешные может даже сделаю нарезку не знаю ну так сейчас я уберусь поставлю на место ванну потом не сказали вам будет другая нужен бутлану заменить все покажу в общем следующей серии здесь установлю такую решетку это потом наклею все покажу на силикон герметик ребята подписывайтесь на канал чтобы не пропустить новые серии но все всем пока всем доброго скоро увидимся и и Субтитры сделал DimaTorzok